МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И если да, что для этого нужно? Как поступить в данном случае, расскажет эксперт программы, заведующая специализированной юридической консультацией по обслуживанию субъектов хозяйствования города Гомеля Светлана Якимик. Светлана Владимировна, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте. Да, в этом случае можно учинить исполнительную надпись, однако необходимо выполнение условий, предусмотренных указом 366 о некоторых вопросах нотариальной деятельности. Поскольку договор лизинга, он не предусмотрен, не поименован в этом указе, поэтому мы исходим из общих норм права, приравниваем договор лизинга к договору аренды движимого имущества в данном случае, и при наличии следующих документов можем идти и учинять эту исполнительную надпись. Такими документами является сам договор лизинга и его копия, заверенная лизинга дателем. Затем такие документы, которые свидетельствуют о передаче предмета лизинга, это акты приема передачи, это товаротранспортные накладные. Важным документом является расчет, именно расчет произведенной задолженности по лизинговым платежам, который должен еще содержать в себе такую информацию о том, что лизинга получатель получил уведомление о том, что имеется задолженность по лизинговым платежам, однако с момента уведомления такую задолженность не перечисляет. Вот при наличии таких документов, подтверждающих бесспорность этих требований, можно учинить исполнительную надпись. При отсутствии таких документов у вас остается только судебный порядок, это подача заявления в порядке приказного производства, либо искового производства с вызовом сторон, с наличием спора, истец, ответчик, полное разбирательство, и такую задолженность тоже можно будет сыскать. Спасибо, Светлана Владимировна. А я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова